Призраки прошлого, они крали тихо и много. Теперь крадут красиво, излагая какие они патриоты, но крадут столько же, если не больше. И среди них есть те, кого иллюстрация не коснется. О них подробнее. Смотрите. Синий-желтый флаг на машине. Это жизнь по-новому для ГАИ. Государственной символикой люди в форме не расстаются после событий на Майдане. Мол, милиция с народом, но все видят, какой была, такой и осталось. Их никто не иллюстрировал. А вот какие изменения по прошествии 7 месяцев царят в чиновничьих кабинетах. Один из бывших заместителей министра мне лично говорил о том, что он знает людей, которые при Януковиче были так называемыми смотрящими. И они просто ушли на другие министерства, даже более хлебные. Это министерство агропромышленной политики, министерство финансов, министерство экономики. Хранители этих схем в нынешнем кабмине на каждом шагу утверждают эксперты. Хуже обстоят дела с народными избранниками. У них на иллюстрацию иммунитет. Батьковщина. 12 кандидатов в депутаты. На думку трансперенции, мают знаки коррупционных деяний. Народный фронт 5. Это кандидат по одному из мажоритарных округов Киевской области. Бывший соперник в Асажиста Азарова. Тогда, в 2012-м, ударовца Павла Рязаненко чуть не сняли с избирательной дистанции. Причина – вот эта публикация в одной из местных газет. Журналисты утверждали, Рязаненко 9 лет жил в России. Поэтому баллотироваться не может. Компания ВИСМА, в которой он работал, занимается выготовлением подводных атомных човных, космических ракет. Был членом склада директоров через миллиардера, КГБста с 15-летним стажем Вячеславом Бреште. В Москве его часто видели с людьми, которые належат до Министерства обороны РФ. Многолетнюю работу в России подтверждает его биография из открытых источников. Только в 2010-м стал активно появляться в Украине. В суде частые поездки и, по сути, проживание в другой стране подтвердили данные пограничников. Но служители Фемиды им, очевидно, не вняли. Дело закрыли. А Рязаненко сел в кресло нардепа. Сегодня на вопросы своей работы в России он реагирует так. А все потому, говорят эксперты, что на выборах кандидаты проходят минимум проверок на доходы, судимость и гражданство. Возможность ситуации, когда Верховная Рада придет, извините, шизоференник. У нас есть всем известные факты, несколько народных депутатов, которые имеют двойное гражданство, некоторые даже тройное гражданство. И все на своих насиженных местах. А гаишные машины продолжают стоять на дорогах с флажками. Но вот вопрос. При этом перестали они брать взятки от провинившихся или спешащих? Все знают – нет. Александра Васильева, Вячеслав Ролов. Подробности телеканал Интер.